Донецкая аэропорт Международный аэропорт Одесса. Сразу три оркестра. ВМС, Нацгвардии и Военной Академии принимают участие во всеукраинском флешмобе в честь защитников Донецкого аэропорта. Международный аэропорт Багато високослужбовцев, захистников Донецкого аэропорта были среди наших земляков Одесситов. Это и воины-десантники, и воины механизованной бригады нашей 28-й. За игрой оркестра наблюдали пассажиры и работники аэропорта. Окончание каждой композиции встречали аплодисментами. Динамично очень. Очень понравилось. Единственное, что громко, конечно. Но задевает, скажем так, чувство определенное вызывает. Мы играли такую музыку, которая спокойную, тихую, чтобы почтили память люди. Потому что здесь сейчас мирно, спокойно. Год назад в Донецке происходило нечто. Этого никто не видел, никто этого не прочувствовал, если не был там. Такая же акция проходит не только в Одессе, в Киеве, Харькове и других городах. Александр Полуев, Алексей Барановский, 7 канал. А вот в Одесской области продолжается борьба с последствиями снежной стихии. Чтобы расчистить дороги, спасателям приходится использовать тяжелую инженерную технику. Но даже она застревает в сугробах и не справляется с нагрузкой. На самой критической трассе, в Коминтерновском районе, где спасатели уже несколько дней не могут пробить путь в ближайшее село, там побывала наш корреспондент Юлия Федорова. Коминтерновский район, 60 километров от Одессы. В 300 метрах от этой дороги расположено село Старые Шомполы. Населенный пункт занесен снегом и доехать в него невозможно. В селе трое суток, не было света, а его жители до сих пор находятся в полной изоляции. Снежные завалы на этой трассе настолько глубокие, что в них застревают бульдозеры. Вытаскивают их с помощью специальной военной техники. Трассу освобождают от сугробов военные инженеры. На гусеничном путепрокладчике БАД-2. Задача – вытащить бульдозер из глубокой ямы. Дорога в падении находится. И на Милово слишком много снега. Техника не справляется. Подобные случаи на заснеженных трассах Одесской области за последние дни исчисляются десятками. Такого снега одесские спасатели не помнят давно. Глубина снега около 3,5-4 метров. Тяжело взять и просто практически невозможно. Просто до 20-30 проходов бывает. Самая проблема – то, что можно самому сесть и просто утопнуть там снегу. В ликвидации последствий непогоды помогают военные моряки со своей спецтехникой. Оперативную группу возглавляет капитан первого ранга Андрей Коваль. Если выбрать неправильную тактику, бульдозер просто перевернется. Тогда вытащить его можно будет только с помощью подъемного крана. При таких погодных условиях это невозможно. В 100 метрах отсюда работает армейский грузовик. У него другая задача – спасение автомобилей, снежных ловушек и подвоз необходимых материалов. Сергей простоял на этом месте больше 8 часов. Его автомобиль заглох, не осилив затяжной подъем. Сейчас его вытягивают с помощью пожарной машины. Ночная оперативная группа спасателей работает без пересменки и отдыха. На некоторых участках трассы толщина снежного покрова достигает нескольких метров. А под ним прочная ледяная корка. Продуваемость идет колоссальная. Здесь надувает очень большие объемы снега. Во-вторых, здесь горочка. Плюс обледенение. И, соответственно, оно создает вот такую вот ситуацию, когда не представляется возможным достаточно спокойно приехать и грейдером или другим разгрузчиком расчистить. На операцию по освобождению бульдозера ушло больше 6 часов. За последние трое суток спасатели Одесской области вытащили из заснеженных трасс. Сотни машин и помогли выбраться из заносов тысячам человек. Сегодня в области на расчистке трасс от снега работает более 300 человек личного состава. В случае ухудшения погоды спасатели готовы отправить на борьбу со стихией дополнительные силы и средства. Юлия Федорова, Валентин Мирза, Седьмой канал. И в продолжение темы. Один населенный пункт в Одесской области до сих пор остается обесточенным. Это село Милиардовка в Раздельнянском районе. В остальных населенных пунктах подачу электроэнергии уже возобновили. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГСЧС. На месте работают спасатели и бригады Одесса Облэнерго. Документы без проблем. Теперь жители Одесской области могут получить услуги с помощью компьютера. К примеру, для того, чтобы получить ту же справку о судимости, достаточно иметь лишь доступ к интернету. О том, как это работает, больше знает Ирина Стрябко. Далой длинные очереди и бюрократический квест. Следом за Днепропетровской, Львовской и Киевской областями Одесский регион также подключился к порталу iGov.org.ua, который дает возможность получить госуслуги в электронном виде. Сам проект разработала группа волонтеров. Для жителей Одесской области пока доступны 18 услуг. С помощью компьютера можно теперь оформить субсидию или получить справку об отсутствии судимости. Мы внедряли прежде всего социальные услуги, потому что это вопрос тоже. Такой готовности у нас в гражданскую приемную обращаются люди. У них самое большое количество вопросов связано с разными социальными вопросами. Поэтому это те услуги, которые мы начали внедрять первыми. По словам координатора проекта iGov Дмитрия Дубилета, до конца 2016 года в Украине планируется запустить более тысячи услуг. В Одесской области около ста. Больше 160 послуг, которые реализованы на платформе iGov в электронной форме. Я очень надеюсь, что в ближайшее время все эти услуги будут доступны в электронной форме также в Одесской области. А в целом до конца этого года у нас есть амбитные планы, чтобы перевести абсолютно все услуги, которые есть в нашей стране, в электронную форму. Наступным блоком мы планируем запустить послуги МВС. Реестрация автомобилей, обновление водительских прав и так далее. Одесская обладминистрация поддержала инициативу волонтеров. На протяжении месяца в нашем регионе портал работал в тестовом режиме. С сегодняшнего дня функционирует полноценно. Сейчас открываются схожие приемы в районах, чтобы люди могли при приеме зайти. Те же им работники приемы допоможут заповнить заявку и отримать. Это уже намного удобнее, чем ехать в область, в центр, оформлять эти услуги. Я хочу поблагодарить ребят, которые приехали, ребят, которые волонтеры, как Люба, которые приехали вообще из-за границы, что они не сдаются, несмотря на всю бюрократию, которая есть в этой стране, и пытаются продвигать электронные услуги, вообще, в общем-то, все какое-то реформирование, реформировать систему. Предоставление админуслуг в интернете решает несколько вопросов одновременно. Во-первых, это эффективный способ борьбы с коррупцией, так как отсутствует прямое общение с чиновником. Во-вторых, повышение эффективности госаппарата. Ну и, в-третьих, это очень удобно и просто. Например, во Львове есть возможность получить справку о несудимости, которая удивительно популярная справка, хотя мне она не нужна, но государство требует постоянно. Справка о доходах, станции МИМ, копия разных решений местного саморядования, документы с цифровой подписью. Для получения онлайн-услуги одесситам нужно немногое – компьютер и доступ в интернет. Если же возможности войти во всемирную паутину нет, можно получить услугу прежним способом. Наталья Костенко, Ирина Стрябко, Андрей Кульба, Седьмой канал. Виноделы Одесской области не могут получить лицензию на торговлю. Чтобы реализовать качественный продукт, предпринимателю необходимо получить разрешение почти в 40 инстанциях. Глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили хочет упростить процедуру для представителей малого бизнеса. История одесского винодела из Франции в сюжете Ольги Голодовой. Как похоронить мечту бюрократии? Бессарабия – это винный регион, и виноделием тут занимаются двор через двор. Чтобы продать вот такую бутылку с алкогольным напитком, необходимо получить 39 согласований. На практике это невозможно. Кристоф Лакарен – винодел из Франции. Вместе с женой и двумя детьми проживает вблизи села Шаба Одесской области. Арендует землю, выращивает виноград и делает вино. Небольшой бизнес инвестирует сам Кристоф и его друзья. Сельсовет меняет эту селькозную землю на стройки. И вы понимаете, в нашей территории, это массив 90 гектаров, 12-13 минут для моря, можно строить коттедж, убрать виноградник. За более чем 10 лет аренды земли виноградники Кристофа жгли 23 раза. Кустарников уничтожено на 70 гектарах. А 14 января в дом Кристофу пришла пара молодых людей. Мужчина с женщиной хотели приобрести вино. Кристоф долго отказывался, в итоге согласился. А дальше все как в страшном фильме. Выскочили несколько, пять или шесть машин с автоматами. Люди руки на капот, и мне, и Кристофу его обыскивали. Потом предъявили нам решение суда на обыск подвала, поскольку мы подозреваемся в том, что тут организован цех по выпуску контрафактного вина. Производство вина действительно имеет место. Было установлено 7 тысяч бутылок вина уже разлитого и почти 25 тысяч литров виноматериала. Мужчина признается, что работает без лицензии. Он пытался получить необходимые документы, но у него не получилось. Чтобы продавать алкоголь с лицензией, надо 39 согласований с различными органами. В большинстве случаев, говорит, ему попросту отказали. Кристоф считает, что арендованную землю хотят захватить. Чтобы этого не случилось, Михаил Саакашвили выступил личным адвокатом Кристофа Лакарена. Я хочу всех тоже призвать, просто объединиться, что наконец-то у нас в Украине, в Одесской области, было легальное виноделие. Легально мы производили эту вино. Легально люди имели доступ к качественному продукту, а не к барматухе. Когда платишь взятки, лучше воспроизводить красители делать, естественно. Когда не платишь взяток, тогда все будут продавать нормальное вино. Михаил Саакашвили хочет помочь одесским виноделам. Он предлагает внести изменения в законодательство и упростить процедуры контроля для производителей вина. Ольга Голодова, Алексей Филиппов, Седьмой канал. А вот одесские учителя будут творчески обогащаться и повышать свою квалификацию. Все это в эту субботу в хабе на мини-эдкамп в необычном формате. Он зародился в США в 2011 году. Особенность в том, что не классическая конференция. Учителя сами решают, о чем бы им хотелось говорить друг с другом, составляют расписание и наслаждаются общением. Живо и динамично. Почему мы считаем, что важно проведение такой конференции? Потому что мы заметили, что к нашему величайшему сожалению школа, в общем это не только украинская проблема, но наша школа не успевает за вызовами времени. Система подготовки и повышения квалификации учителей в нашей стране она катастрофически отстает от того, что требуется в современном мире от человека, от ребенка, который идет в школу. На мини-эдкамп пять направлений. От информационных технологий в образовании до работы с особыми детьми. Делиться опытом приедут несколько талантливых экспертов из других городов. Организаторы верят, что такие форматы – самый быстрый способ повлиять на качество образования. До этого у нас система образовательная была исключительно вертикальная, достаточно авторитарная, в которой есть огромное количество принудиловки сверху вниз. То формат эдкамп, который при этом поддерживается в том числе департаментами образования, министерством, формат, который подразумевает исключительно общение на равных. Не важно, ты эксперт, у которого 20 лет опыта, или ты молодой учитель, который два года отработал в школе. Вы можете встать в коридоре и час общаться о том, что вам обоим кажется значимым. Для участия в этом мероприятии зарегистрированы уже более 200 человек, и преподаватели, и студенты, и будущие учителя. Учиться новому приедут даже из дальних районов Одесской области – Татарбунарского и Саратского. В Одессе презентовали книгу, которая может спасти жизни. Историю про онкобольного мальчика под названием «Шапочка и кит» написала Екатерина Бабкина. Она решила не только привлечь внимание к теме рака у детей, но и помочь им. 5 гривен с каждой купленной книги отправятся в фонд борьбы со страшной болезнью. Подробнее об этом далее в сюжете. Тексты Екатерины Бабкина переводят на разные языки мира. Она сотрудничает с изданиями «Исквайр» и «Лемонт». В Одессу писательница привезла свою взрослую повесть для детей «Шапочка и кит». Это история о мальчике, который болеет лейкозом и знакомится с летающим китом. Что меня спонукало? Про это говорить, желание говорить про жизнь и потребность всех людей, а не только таких сферичных, идеальных персонажей в вакууме. Это не книжка про хворобу, это книжка про жизнь «Шапочки», про его потребы, радости, про его счастье, про его планы на будущее, даже не заживаясь на то, что он не знает, сколько у него будущего. Катерина говорит, писать на такую тему было непросто, пришлось долго готовиться. Когда говоришь про такие вещи, надо знать, про что ты говоришь. И так я общалась с лекарями и с батьками таких детей, у которых у меня там есть 8 часов записанных интервью с людьми, которые живут в тех обстоятельствах, о которых я пишу. «Шапочка» и «Кейт» – это не только трогательная история о детях, которые борются за смертельной болезнью. Это способ им помочь. 5 гривен с каждой купленной книги перечислят в Международный благотворительный фонд «Таблеточки». Эту идею поддержал и Борис Херсонский. Он рассказал, как еще 15 лет назад на онкобольных ставили крест и не пускали к ним психологов. Катерина планирует продать 200 тысяч экземпляров за год. Так она соберет для онкобольных детей миллион гривен. Писательница верит, что шапочка и «Кейт» тронет сердца украинцев. Олеся Повар, Алексей Пережилин, 7 канал. Одесситка из Кёльна исполнила украинскую композицию «Я пиду в далеки горы» в джазовом стиле. Во время концерта гитариста Игоря Закуса в Киеве певица Тамара Лукашева спела на сцене Национального дворца искусств «Украина» легендарное произведение. Слова и музыку к песне написал украинский поэт и композитор Владимир Ивасюк. Известная джазова певица из Одессы Татьяна Абоева считала Тамару Лукашеву своей лучшей ученицей. Она принимает участие в проекте «Джаз коло», который создан для объединения исполнителей и развития украинской импровизационной музыки. Последние пять лет Тамара Лукашева живет в германском городе Кёльн и там продолжает популяризировать нашу джазовую культуру. И пока на этом все. Следить за новостями нашего канала можно, как всегда, на нашем сайте в онлайн-режиме. Если же вы хотите повлиять на информационную картину завтрашнего уже дня, звоните в редакцию по телефону 726-32-26 и рассказывайте нам, что интересного происходит в Одессе. С вами мы увидимся в 18 часов. Спасибо, что и с нами. Счастливо.